Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома 93,9 Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Разворот» в студии Оксана Антоненко Добрый день, и Вадим Родионов Помогает нам звукорежиссер Евгений Копеин И прежде чем мы начнем, мы представим нашего гостя По традиции напомним все каналы связи Во-первых, телефоны прямого эфира 672-12-93,9 и 672-13-93,9 звоните А также пишите нам в видеочате на портале mixus.lv В гостях у нас сегодня экс-депутат Сейма И один из инициаторов создания Конгресса неграждан Конгресса парламента непредставленных Мирослав Митрофанов, здравствуйте Здравствуйте А я бы хотела начать с событий актуальных Не так давно стало известно, что российский шахматист И теперь уже политик или экс-политик Гарри Каспаров Запросил у Сейма Латвии предоставить ему латвийское гражданство За особые заслуги Как относитесь к самому факту такой просьбы? Вот учитывая, что у нас есть 300 тысяч неграждан Которые не могут получить гражданство просто так, без натурализации Вот как оцениваете просьбу Каспарова? Сначала Каспаров своей этой неожиданной просьбой Он развеселил, поскольку сейчас осень, ноябрь Скучный бюджет в парламенте проходит Здесь такое неожиданное совершенно летнее предложение Похоже на какой-то яркий фестиваль Ну такой фриковый совершенно клоунский Клоунады, то есть есть Татьяна Клоунады Но потом, конечно, вторая реакция это было возмущение Потому что Каспаров в своей просьбе Он обосновал, почему он именно выбрал Латвию Тем, что вот как бы эта страна, она очень такая демократическая, правильная Идеальная демократия, как он написал Вот, 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 вот Защищается права человека Как бы она, вообще идеальной демократии, конечно, не существует Но вот если расположить европейские страны там на шкале демократии То, конечно, Латвия очень сильно проигрывает на общем фоне Из-за наличия огромного количества неграждан И особенно из-за того, что эта проблема, в принципе, не решается Каспаров либо об этом не знает Либо относится к этому достаточно презрительно Как и многие люди из такой, так называемой, демократической московской тусовки Которые смотрят на неграждан Так же, как, в принципе, на граждан России Типа, что там, на них оградываться Какой-то, ну, какой-то темный, недалекий советский народ А мы такие вот сильно просвещенные демократы-либералы Мы знаем как И в этом плане, конечно, Каспаров раздражает и вызывает возмущение Ну, Каспаров в своем заявлении, кстати, указал на то Что если гражданство за особые заслуги ему не дадут То он подумает о том, что это давление со стороны Кремля Со стороны Москвы И тогда, по его словам, Латвия, ну, не сможет, во всяком случае Как-то опровергнуть этот факт, что она находится под влиянием бывшей империи Ну, Каспаров пытается шантажировать Причем это он делает так же грубо и безобразно Каким образом он занимался политической деятельностью в течение всего периода Когда он закончил свою активную спортивную карьеру То есть все последних, ну, примерно 20 лет Это вот история таких вот неуклюжих, грубоватых заявлений политических Эпатажных со стороны Каспарова И я вам скажу, что он себя, конечно, считает великим противником российской власти Но на самом деле самое худшее, что он сделал в России Это он навредил оппозиции То есть из-за... Каким образом? Ну, видите ли, когда он являлся лицом этой самой оппозиции Демократической оппозиции в России Как бы альтернативой, так называемому, путинскому режиму То многие люди, которые в той или иной степени были оппозиционно настроены Или потенциальные оппозиционеры Они их сравнили между собой и говорили Ну, уж лучше, конечно, бы Путин Чем вот такой вот сумасшедший, злобный товарищ от оппозиции, как Каспаров Хорошо, если вернуться к латвийской ситуации Вы ведь имеете непосредственно отношение к Конгрессу неграждан Вот как считаете, латвийским негражданам не обидно было бы Если бы Каспарову действительно предоставили латвийское гражданство за особые заслуги? Ну, на самом деле это вызывает противоречивые чувства не только у неграждан, но и у граждан Латвии Поскольку огромное количество людей имеют те или иные проблемы И никаким образом государство их, в общем-то, не решает И те же самые пенсионеры, и люди с малыми доходами, и работающие люди Вот в процессе принятия бюджета в этом году были сделаны шаги на встречу Малообеспеченным и людям, которые мало зарабатывают Но когда дым немножко рассеялся, и, по-моему, Светбанк посчитал, на самом деле Что остается у людей в кармане после выплаты налогов Оказалось, что латвийские работники, они самые бедные по сравнению с Литвой и Эстонией Так вот, все эти категории, и неграждане, и наемные работники, и малообеспеченные жители Латвии Могут, конечно, чувствовать себя неуютно на фоне того, что какой-то совершенно чужой И достаточно странный деятель, то ли российский, то ли американский, Каспаров Вот требует, причем в таком наглом тоне, с попытками еще и шантажа С попытками шантажа требует себе латвийское гражданство при отсутствии заслуг Какие ваши прогнозы относительной реакции со стороны латвийских политиков? Самая интересная реакция была, уже была, это была реакция со стороны министра обороны Пабрикса И я его прекрасно понимаю, он с восторгом отозвался о том, что вот эта великая честь И он так очень польщен, что Каспаров сделал такой шаг по отношению к Латвийской Республике То есть потребовал латвийского гражданства А почему Пабриксу это очень выгодно? Потому что фактически происходит очень дешевый размен То есть министр обороны находится как бы прокладка между интересами стратегического партнера Главного стратегического партнера Я думаю, что вы знаете, о ком я говорю Это Соединенные Штаты Гражданином которого, кстати, является Гарри Каспаров То есть фактически, как бы, американцы очень давят на своих европейских партнеров В том числе и в первую очередь на такие маленькие новые страны, как Латвия В плане финансирования расходов по НАТО То есть все это должны как бы, ну, вносить в общую копилку Но американцы тянут этот ВОЗ, я там не знаю сколько там в процентов Но, в общем, львиную долю платит американский наглоплательщик А европейские партнеры, и в том числе такие вот маленькие И, как бы, ничем особенно невыгодные, типа Латвии Они до двух процентов и даже и не планируют довести свои военные расходы Поэтому сейчас, если, например, латвийский парламент вдруг бы принял решение в пользу Каспарова То Пабрикс мог бы некоторое время чувствовать себя удовлетворенным То есть, ну, вот, военные расходы, как бы, ему не удалось поднять Потому что все остальные против, и политики, и общество против Но зато стратегическому партнеру Америки было даровано гражданство Такой маленький сьюз, то есть, размен деньги на политический жест Этим можно объяснить тот факт, что в интервью латвийскому телевидению Гарри Каспаров давал на английском языке Более того, если верить информации, которая была опубликована в социальной сети Facebook Латышские журналисты были не против говорить с ним на русском языке Но это было его жесткое, настоятельное требование Ну, вот, еще раз, все, что делал Каспаров и большинство из его политических ходов На российском, как бы, политическом поле и на международном уровне Эти шаги, они были контрпродуктивны с точки зрения уважения в русскоязычной среде И уважения в Америке То есть, это отталкивающее лицо российской псевдооппозиции, так называемой Демшизы И отказ говорить по-русски в Латвии, это тоже выходка из этого же числа Хорошо, но если вспомнить процедуру для того, чтобы сейчас Каспаров смог получить возможность Получить гражданство, 10 депутатов должны обратиться с определенной просьбой К ответственной комиссии Вот взять на себя такую ответственность наши депутаты смогут? Я не знаю там сейчас, какая у них диспозиция Но если смотреть с точки зрения отношений с избирателями То это невыгодно фактически, ну, ни одной из партий Ну как же, показать, что ты вроде как бы против Кремля, Путина и так далее Да, но, с другой стороны, ты допускаешь еще одного русскоязычного на территорию Латвии Причем еще и с гражданством, а не просто там с видом нажительства То есть, считаете, что Каспарово латвийское, латышское общество не воспринимают как оппозиционера? Я смотрел комментарии к этой новости, которые появились на латышских порталах Конечно, это не точное социологическое исследование Но это просто срез мнений наиболее активной и такой отмороженной части читающей публики Так вот, эта публика, она, в принципе, достаточно ксенофобски настроенная И комментарии были негативные по отношению к возможным перспективам приобретения латвийского гражданства То есть, настроение латышской публики в целом, несмотря на всю там, как бы, антироссийскую, антисоюзскую направленность Она, в принципе, против этого шага А зачем, на ваш взгляд, господину Каспарову может понадобиться, в принципе, латвийское гражданство? Потому что, если бы речь шла о передвижении, допустим, по Европейскому Союзу Можно было бы купить недвижимость, получить вид на жительство, ездить, в общем, беспрепятственно А гражданство дает возможность вроде как участвовать в политической жизни Вот этой возможностью господин Каспаров, на ваш взгляд, может воспользоваться? Ну, допустим, в Латвии или на уровне Евросоюза? Я вот сегодня ехал утром на передачу и думал тоже об этом, судорожно соображал Вот если бы я играл бы в шахматы вместо Каспарова То, как бы, вот зачем он это делает? Шаг Вот этот вот именно просит гражданство, а не приобретает здесь тихо вид на жительство Путем, там, внесения определенной суммы на счет или покупки вида на жительство Ну, первый ответ, возможно, человек хочет просто сэкономить деньги То есть, второй момент, это заявка, безусловно, на некоторое использование латвийской политической трибуны для нападок на Россию То есть, будучи гражданином этой страны, он может претендовать на то, чтобы говорить уже, как бы, не только от себя Или от очень маленькой группы своих единомышленников, но и от страны, которая его, в общем, перевесила и отдала гражданство С этой точки зрения, конечно, присвоение ему гражданства будет контрпродуктивно не в краткосрочной перспективе А если мы смотрим, скажем, на перспективу пяти лет, это ухудшит, конечно, отношения между Латвийской Республикой и большинством российской публики То есть, Российской Федерации Сегодня появилось заявление Конгресса негражданам, Конгресса неграждан, членом которого вы тоже являетесь Вот там сказано, если Гарри Каспарова не хватает заслуг для получения подданства Латвии, правительство Латвии может дать ему статус негражданина Предоставив таким образом шахматисту возможность получить гражданство путем натурализации Насколько серьезно это заявление? В каждой шутке есть доля шутки, но, естественно, что это ирония и достаточно удачная Автор этого, в общем-то, заявления Лиза Кривцова, молодец, она нашла нужные слова для того, чтобы выразить то, что у нас у всех, в общем-то, крутилось в мозгу Наше отношение к вот этому экстравагантному шагу Гарри Каспарова Действительно, если он считает, что эта страна самодемократическая, то пускай он воспользуется демократическими процедурами этой страны, приобретет статус негражданина, а Латвийский парламент может этот статус присвоить специальным решениям, потому что парламент может все, в принципе Ну и вот, и потом он демократически, спокойно пройдет натурализацию и таким образом получит это уже деленное латвийское гражданство 6.7.2.12.93.9 и 6.7.2.13.93.9, телефоны прямого эфира, звоните, также пишите нам в видеочате на портале mixnews.lv Напомню, что в гостях у нас сегодня экс-депутат Сеймы и представитель Конгресса неграждан Мирослав Митрофанов Хорошо, но если продолжить еще пару слов по поводу, возможно, политической карьеры господина Каспарова, вот какая партия могла бы его приучить, если бы он действительно получил гражданство и решил бы куда-нибудь баллотироваться Ну, не знаю, Европарламент, Сейм, Рижскую Думу, может быть Ну, на самом деле, вот реформисты, которые сейчас, в принципе, готовятся к тому, чтобы сойти со сцены, это, наверное, единственное, кому это бы уже не помешало, поскольку там уже, в общем-то, терять нечего Всем остальным это бы решение приютить у себя Каспарова принесло бы скорее минусы, чем плюсы А на европейском уровне, допустим? На европейском уровне то же самое, поскольку наши избиратели не воспринимают отдельно европейский уровень от уровня национальной политики И то, как люди себя ведут внутри страны, потом проецируется на отношение к этим политикам в случае баллотирования, ну, скажем, депутата Европейского парламента А почему, считаете, что это не принесло бы дополнительных очков какой-нибудь из партии? Ну, к примеру, не знаю, тому же Нацблоку, который так показал бы, вот как он выступает против путинского режима, защищает российских оппозиционеров Или тому же единству, часть которого тоже придерживается похожей политики? Видите ли, у латышских национальных партий, вот как бы эти две их составляющие, то есть прозападный либерализм и национальный изоляционизм такой традиционный То есть они находятся в динамическом равновесии, но все-таки традиционизм, он, или, скажем, консерватизм, закрытость, закрытость, она превалирует Большая часть избирателей правых латышских партий, они все-таки предпочитали бы жить так, чтобы вот такие вот, ну, как бы странные личности из большого страшного мира вокруг, они все-таки в середину бы не проникали И, исходя из этого, из таких, ну, как бы, консервативных несколько ксенофобских настроений, Каспарова ни одна из национальных партий приютить, ну, как бы, не рискнет То есть это такой психологический железный занавес? Ну, в общем-то, да, то есть, посмотрите, как складывалось не очень хорошо карьера единственного нашего политика из новых эмигрантов, я имею в виду, вот, члена единственного ливанского происхождения, Абу Мерей Он застартовал на нескольких выборах последовательно, и везде результаты были очень плохие, его черкали со страшной силой То есть те же самые благодарные избиратели, которые должны были под отцу оценить то, что он выучил латышский язык, и, в принципе, общаются только по-латышски Ну, как бы, человек полностью интегрировался, прошел тот самый путь, который многие русские не хотят или не могут пройти Но, тем не менее, публика его не оценила, и с точки зрения, они ведь очень похожи внешне даже, то есть, оба такие темноволосые, то есть, такого ближневосточного происхождения Поэтому отношения, в принципе, можно проецировать вот с одного случая, перенести на второй, на другой случай Хорошо, а фигура Каспарова, если бы он действительно получил гражданство, могла бы как-то помочь латвийским негражданам? Ну, не знаю, хотя бы на том же риторическом уровне, потому что какой бы ни был политик Каспаров, но все-таки определенным именем обладает и определенным ресурсом в СМИ тоже у него есть Его выступление контрпродуктивное, то есть, всякая тема, к которой он прикасался внутри российской дискуссии, она становилась отталкивающей Я очень не хотел бы, чтобы он бы касался темы неграждан, если он окажется здесь, в Латвии Пусть он тихо живет, допустим, там, учит детей играть в шахматы, это было бы максимум, чтобы он мог бы дать латвийскому народу и остаться в благодарной памяти потомков Сейчас перервемся на новости и рекламу, а потом обязательно вернемся, не переключайте, Мирослав Митрофанов, экс-депутат Сейма, гость нашей студии сегодня Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома, 93,9 Мы продолжаем эту программу «Разворот» в студии Оксана Антоненко И Вадим Родионов Помогает нам звукорежиссер Евгений Копеев В гостях у нас сегодня экс-депутат Сейма и представитель парламента непредставленных и конгресса неграждан Мирослав Митрофанов Здравствуйте еще раз Приветствую вас еще раз 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира Вы же звоните, также пишите нам в видеочате на портале mixnews.lv А в начале второй части нашей программы хотелось бы затронуть еще одну тему Это подсчет ущерба от советской оккупации Напомню, что в свое время в Латвии при правительстве была создана соответствующая комиссия Потом из-за кризиса она была временно заморожена И буквально во вторник правительство восстановило ее работу Как оцениваете этот проект? Вот вчера в сообщении информационном о том, что работа комиссии восстановлена Были приведены данные о том, чем закончились эпопеи с подобными комиссиями в Эстонии и в Литве В Литве они там посчитали ущерб И ущерб оказался в 10, они записали его 10 миллиардов долларов Ну как бы вот чек, который они хотят предъявить в принципе Российской Федерации Потому что по предварительным латвийским подсчетам речь идет о 200 миллиардах Ну, понимаете, вот там 100, там 10 миллиардов Это вот как бы для людей, которые не видели миллиарда Это как бы одно и то же, то есть в большой степени Но я вот так представил себя, допустим Вот если бы у меня погиб, скажем, близкий родственник во время репрессии Вот какое бы мне чувство было бы, если бы его гибель оценили бы там в 10 миллиардов Значит, и этот чек бы кому-то там предъявили Было бы просто противно и обидно То есть на самом деле жизнь человек, погибших людей во время репрессии Она вот, ну и нельзя так измерять в этих цифрах Это безобразно, глупо и в общем-то неэтично на самом деле И фактически работа этой комиссии, она была контрпродуктивна И до ее приостановки, до приостановки работы, до кризиса И я не думаю, что она будет очень продуктивна сейчас В плане выстраивания отношений с современной Россией Конечно, с современной Россией имеется в виду и ее политическая элита И обычные люди, граждане Российской Федерации, они все очень негативно относятся к этой практике выставления счетов Поскольку все прекрасно понимают, что если не начать считать по-настоящему То больше всего государство, ну такое как бы теоретическое государство Бывшее СССР, нынешняя Россия Оно задолжало, в общем-то, собственному народу И естественно, что никогда эти счета, то есть за арабский труд, за репрессии Никогда они не будут покрыты и оплачены То есть мы все живем в такой вот ситуации, когда надо помнить о том, что было Но стараться все-таки глядеть в будущее, строить как-то по-другому На более человеческих, гуманных основаниях наше общее будущее Для того, чтобы это никогда больше страшное прошлое не повторилось И поэтому подсчеты ущерба при балтийских странах Они вызывают вот такое, ну как бы чувство несправедливости и глубокое отторжение Это повлияет ведь не просто на то, что там кто-то обиделся, кто-то там недоволен и так далее Но это и повлияет на перспективы дорогоэкономических отношений между Латвийской Республикой и Российской Федерацией Давайте примем звонок Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста Добрый день вам Добрый Нас двое, да? Добрый день Здравствуйте Радиобалком, да, теперь я поняла, это там радио еще Я, будьте добры, я по поводу, значит, Каспарова Первое, что это были 90-е годы, я на телевидении смотрела после часа ночи во втором часу Вел передачу, не помню кто, но был Толя Каспаров, Анатолий на телевидении И он говорил следующее, что Каспаров возит с собой какого-то человека постоянно И вот когда Каспаров с ним где-то там встречались, Анатолий сказал, что этот самый человек сидел в зале И Анатолий плохо себя чувствовал Вот, а потом второе, он сказал, что он постоянно возит с собой этого человека Кто этот человек, он не назвал А потом, почему он, Вайнштейн, перешел на фамилию Каспаров Ведь Вайнштейн, видимо, у него родословная фамилия была, да? Ну да, да, ну это понятно, в общем-то, как у него там получилось с этими фамилиями В советское время был у нас такой полуофициальный антисемитизм И естественно, что с фамилией, которая меньше напоминала еврейскую Ему, ну казалось его родителям в детстве, что он лучшую карьеру в советских условиях сможет составить Ну фамилию там можно сменить, а, в общем-то, происхождение и характер очень трудно сменить Это остается человеком на всю жизнь Вот, надо сказать, что он сделал отличную карьеру И у него достаточно у этого человека много достижений и заслуг перед Советским Союзом Но я опять-таки должен повторить, что все, что он делал потом уже в виде оппозиционного деятеля демократической России Оно было компродуктивное и не принесло никаких положительных изменений ни для Российской Федерации как таковой, ни для демократической позиции России Давайте еще звонок примем, здравствуйте Доброе утро, добрый день Скажите, пожалуйста, ну почему на радиоболком уже четвертый день мусируется только один вопрос Значит, по роли Гарри Каспарова Ну, жуткий дефицитный этот бюджет принят ужасно Есть темы, о чем поговорить А почему нельзя подождать его приезда? Человек не может там тебя защитить и сказать свое оправдание А он же приедет в декабре Можно же его пригласить в радиоболком А то каждый день и утро И все передачи балкомовские вот только на эту тему Спасибо, потому что тема эта горячая и не обсуждать ее нельзя Что касается дефицита бюджета, то действительно об этом тоже следует поговорить Но хотелось бы отметить, что решение о том, предоставлять или не предоставлять гражданство Каспарова Депутата будут принимать, скорее всего, до того, как он сюда приедет То есть, насколько я понимаю, нужна неделя-две на то, чтобы парламентские фракции как-то раскачались И, соответственно, чтобы процесс пошел или наоборот не пошел А визит господина Каспарова действительно, возможно, произойдет в декабре Возможно, даже нам удастся с ним пообщаться И имеет он, кстати, весьма символическое значение, учитывая конкретную ситуацию Поэтому, конечно, повторюсь, что это тема недели, без сомнений Давайте еще звонок, здравствуйте Добрый день Добрый день Добрый Мне очень понравилось, что антисемитизм был Был? Был уверенно? Ну, я жил в это время Я должен засвидетельствовать, что он был Он был полуофициальный, но, тем не менее, он присутствовал Еще звонок у нас Нет, сорвался звонок 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Телефоны прямого эфира Звоните, а также пишите в видеочате на портале Наша радиослушательница указала на проекты госбюджета Точнее, на госбюджет, который уже был принят Наверное, действительно следует в этом смысле к ней прислушиваться Вот как оцениваете тот факт, что депутаты впервые за последние годы Сидели практически до глубокой ночи и принимали госбюджет Вот это первый евровый бюджет, кстати, в истории На самом деле, то, что он первый бюджет, рассчитанный в евро Это единственное его отличие от всех эпопей предыдущих лет То есть, каждый год сидят допоздна Каждый год оппозиция говорит, что этот бюджет совершенно произведет Какие-то ужасные воздействия на латвийскую экономику Что в следующем году будет конец света из этого бюджета А правящие говорят, что наоборот, вот этот бюджет, он принесет расцвет И там будет развитие экономики, новые бюджетные большие поступления и так далее Инновации То есть, вся эта демагогия, она из года в год повторяется На самом деле, проходит окончательное голосование Бюджет принимается в окончательном чтении И потом страна там более-менее живет в тех рамках бюджетных, очерченных в следующий год Все эти страшные предсказания, они обычно не сбываются Но, тем не менее, я сам, конечно, не в восторге от того, что Наш бюджет, он такой маленький, бедный, нищий И столько надо отдавать денег за те кредиты, которые были взяты во времена кризиса Все это, конечно, очень сложно, тяжело и неприятно Тем не менее, жизнь продолжается Единственное, вот, еще большая, как бы То, что накладывает особый отпечаток на способ принятия бюджета в этом году Это спор между внутриправящей коалицией и вообще в Лафинском обществе О продолжении программы обмена покупки недвижимости на виды нажительства Вот это, конечно, особенность данного бюджета И такого, скажем, там, ну, год назад, полтора год назад этого не было И тут чувствуется, конечно, приближение парламентских выборов, которые будут в следующем году Естественно, что правящие партии, а прежде всего это Единство и Национальное объединение Стараются усидеть на двух стульях, то есть не поссориться сильно с бизнесом И в то же время заслужить респект и уважуху, как пишут в интернете Удается им это, как считаете? Если смотреть по рейтингу, то есть изменение рейтинга Национального объединения В течение последних нескольких месяцев, то он там почти на 2% вырос То есть, видимо, вот эту жуткую трескотню насчет угрозы распродажи Родины Часть избирателей восприняла вполне серьезно И рейтинг националистов немножко подрос, несмотря на все скандалы с министрами юстиции И мы могли бы ожидать, что это произведет негативный эффект Но пока этого негативного эффекта не видно Что касается единства, то фактически им удалось ввести вокруг пальца Национального объединения Потому что формально какой-то компромисс они достигли, но фактически все остается по-прежнему Потому что та квота, которую они выторговали, то есть единство выторговало в переговорах с Национальным объединением На следующий год квота обмена видов ножиства взамен на приобретение недвижимости Она практически соответствует тому объему сделок, который был с недвижимостью данной категории в течение прошлого года То есть то на то примерно и приходится То есть получается, что в этом смысле ничего не изменится для потенциальных инвесторов Нет, кое-что изменится Во-первых, появляется чувство неуверенности Потому что если человек, или там бизнесмены какие-то рассчитывали, что они будут постепенно реализовывать какие-то строительные проекты В следующем году, через год, а это все очень долго Там надо построить, надо найти сначала инвестора, потом подрядчика Потом надо обхозяйствовать, как у нас в Латвии говорят То есть ухаживать за этой собственностью, искать покупателей Это растягивается все на годы То есть когда ты знаешь, что только эти правила игры действуют в течение следующего года А дальше неизвестность и большой знак вопроса То, конечно, начинается нервозность Но как это ни было бы парадоксально Вот эта нервозность, она может привести к тому, что существующие объекты будут раскупаться как горячие пирожки То есть в ускоренном плане Потому что раз вот этот дефицитный товар заканчивается в следующем году И там дальше неизвестность наступает То ли сократят эту квоту, то ли новое правительство, которое придет к власти после выборов Отменят всю эту ерунду, которая в этом году была принята под давлением националистов И все опять начнет работать То есть многие люди, которые подумывались, скажем, купить за пределами Латвии И переселиться сюда на основании вида на жительство Они сделают свой выбор То есть купят недвижимость быстрее уже в следующем году Как оцениваете тот факт, что у нас определенные решения выбиваются определенными политиками при помощи ультиматумов? Так действуют политики во всем мире Тут нет никакой особой, ну как бы, новизны здесь нет То есть вопрос стоит только в этичности и неэтичности поведения Но если есть результат, то потом вот сам этот путь, он забывается, каким образом он был выбит То есть я вот скажу, что очень удачный ход национального объединения То есть несмотря на то, что я к ним отношусь очень негативно и так далее Но надо признать, что они очень хитро и правильно поступили Сорвав принятие финансирования при принятии бюджета на кампанию по популяризации евро А что тут хитрого такого? Ну как, они заручились, они фактически проголосовали вместе со своими кровными врагами С центром согласия за то, чтобы деньги не выделялись бы на кампанию по евро А это очень связано с будущими выборами, понимаете То есть эти деньги, которые сейчас переводятся из государственного бюджета в рекламные агентства Они фактически, это залог тесного сотрудничества правящих партий И тех же самых рекламных агентств во время при выборной кампании То есть из бюджета государства То есть они задабривают каким-то образом Да, 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 это бонус, который, в общем-то Они дают деньги из бюджета и ожидают бонус, который получат на выборах Хорошо, а если вернуться к культуматумам и к тому, ради чего, собственно, на собъединение Эту историю с видами на жительство начинало Ведь много слухов на этот счет ходит То ли это было сделано в интересах администраторов неплатежеспособности Которые вроде бы таким образом получили бы массу объектов для продажи Потому как эти объекты банкротились бы, если бы, допустим, россияне их не раскупили Другой вариант был, что вроде как бы Здесь речь идет о том, что нацблок поссорился с компаниями по торговле недвижимости Поэтому пытается этот рынок блокировать Само нацобъединение говорит, что оно против распродажи Родины и так далее На ваш взгляд, здесь какие-то чисто экономические вопросы все-таки присутствуют? Или действительно, вот голая идеология, понравится избирателю? Ну, вот у айсберга, видимая часть айсберга, это примерно какая-то Одна седьмая, да, получается? То есть верхушка, одна восьмая даже, да Все остальное под темными туманными водами находится Так вот, вот эта невидимая часть айсберга, это те экономические разборки договоренности Попытки вымогать деньги из предпринимателей, которые находятся под поверхностью политической жизни И пока не будет опубликованы прослушки телефонов Ну, кто-то какая-то третья сторона, не государство, допустим, опубликует Мы не сможем сказать, был ли факт самого вымогательства А что, кто-то собирается опубликовать? Нет, я говорю, пока, ну, как, были же уже такие подобные разоблачения Помните, вот Юрмалгейт, допустим, там, правда, государство само подслуживало И потом это все делалось Гостиница Ридзена, опять же Гостиница Ридзена, да, то есть в истории были моменты, когда, в общем-то, тайна становилась явным И потом можно было показать Но можно, конечно, предполагать, что при помощи вот такого шантажа Нацобъединение и Единство пыталось как бы заручиться поддержкой Тех самых дельцов, связанных с недвижимостью Тем, чтобы был бы какой-то рекламный бюджет на привыборную кампанию Это можно предположить Доказать это можно только тогда, когда будут распечатки телефонных переговоров Что касается заявления президента о том, что мы слишком много собираемся потратить На президентство Латвии в Евросоюзе Как оценивается это заявление? Потому что он сказал о том, что другие страны тратят в 10 раз меньше У меня нет сейчас цифр на руках Я не могу сказать, прав ли бы разрешение не прав Но на самом деле, если Латвия провалит это президентство То позорище будет жуткое на всю Европу Поэтому здесь, тем более, это первый раз Страна в административном плане Вот есть такой термин латышский Административа, капацитаты Административный потенциал Она очень бедная Тут мало людей, которые могут с достоинством регулировать общеевропейские вопросы А мы не переоцениваем, на ваш взгляд, значение этого формального президента? Вы понимаете, президентство это ведь неформальное дело Это действительно на полгода То есть страна становится коллективным организатором общеевропейского правительства То есть все важнейшие решения на уровне Европы приходят При том, что латвийские чиновники их должны организовать Это очень сложная дипломатическая организационная работа Там масса будет нестыковок, всяких там безобразий и все прочее Поэтому, конечно, расходы расходами Я думаю, что простым людям импонирует такая вот большевистская решимость Изобразность, что вот как бы так вот резануть и расходы уменьшить Но если будет провал, это повлияет на перспективу Латвийской республики Совершенно шокирующим образом А что случится? Ну, допустим, Латвия провалится Допустим, она не выполнит это задание Ведь из Евросоюза вряд ли ее попросят Вот что может измениться? Нет, ну, сам имидж страны, уважение к ней Но все конвертируется в совершенно понятные вещи Такие, как учет мнения страны при принятии Стратегические решения Решение, например, такое Как будут в течение ближайших 10-15 лет Выплачиваться компенсации субсидии крестьянам Тем же самым крестьянам То есть, если будет жуткий скандал во время президентства Например, тех же самых европейских политиков-чиновников Не смогут привести, разместить нормально Обеспечить их работу во время саммитов И во время всех заседаний То потом скажут, ну что с этой страной там особенно считаться То есть, они бестолковые, поэтому денег не надо давать Я так все, конечно, утрирую и упрощаю Но на самом деле все сводится на европейском уровне К такому вот обмену уважения Признания влияния на экономические бонусы То есть, получается, что личный фактор тоже может играть какую-то роль Допустим, если какой-то высокопоставленный чиновник Будет недоволен, условно говоря, номером в отеле Или обедом в ресторане и так далее Это тоже может повлиять? Ну, они, конечно, люди все очень воспитанные До предельного момента они все терпят Но если таких накладок становится очень много То, конечно, количество переходит в качество И общее отношение Вот сейчас мы с ужасом все ждем, когда начнутся там Олимпиады в России С ужасом почему? Потому что, как бы, ожидания очень большие Вложено средств ужасно много со стороны российского, в общем-то, бюджета И в космос то он там гаснет, то он куда-то улетает Из Сочи приходят там доклады о том, что там То-то не поставлено, то-то не подключено И, как бы, создается такая нервозная обстановка Так вот, латвийская президентура Это вот что-то типа тоже такой Олимпиады Только на политическом поле Ее надо провести хорошо Но по такой логике нас и в НАТО уважать не должны Потому что мы тоже немножко не докладываем денег в бюджет обороны Двух процентов нет То есть, получается, и там нас не слушают? Ну, в НАТО, как бы, там ситуация немножко другая Потому что все европейские страны занимаются примерно тем же самым То есть, фактически, главным спонсором остаются штаты Они сами же их финансируют, берут в долг Покупают из своих корпораций, еще берут в долг В общем, загоняют своих налогоплательщиков еще больше и больше Печатают деньги Печатают деньги, да, продают свои ценные бумаги китайцам То есть, это продолжается по спирали раскручивается А европейцы, как бы, хлопают по плечам американцу Говорят, ребята, тяните этот ВОЗ Та же самая, там, Германия, допустим, там, крупные страны Они все не доплачивают То есть, не дотягивают до двух процентов от ВВП То есть, в этом смысле мы не уникальны? Нет, конечно 672-12-93-9 и 672-13-93-9 Телефон прямого эфира Совсем немного времени до конца у нас остается Так что звоните или пишите нам в видеочате на портальномикснус.лв Хорошо, если все-таки вернуться к президенту И хочу немножко вернуться к поправкам к видам на жительство Вот президент сказал о том, что странный законопроект подали ему депутаты Вот как считаете, как он себя поведет? Президент? Да Это такая игра сейчас, он пытается интриговать Или, в принципе, он уже какое-то решение принял Ну, судя по его логике поведения Он готов и способен к неординарным и смелым шагам То есть, в предыдущие годы он частенько поступал не так, как от него ожидала политическая элита И сейчас, конечно, я думаю, что вопрос, как бы, он просто взвешивает Как-то повлияет на его собственное, как бы, отношение Или отношение, взаимоотношение в политической элите внутри Потому что, как я уже говорил в ходе нашей беседы Фактически, вот принятое решение, оно, с точки зрения техники, оно сильно ничего, особенно не меняет на следующий год То есть, оно, как бы, это компромисс, который, в общем-то, он плохой, но правила игры сохраняются Самое неприятное в этом компромиссе то, что у него ограниченный срок годности То есть, практически на год, в этом плане все плохо И это единственное, наверное, то есть, у него сейчас, ну, президент, если посмотреть с точки зрения То есть, с одной стороны, ломать всю эту игру, возвращать в парламент, чтобы там начинались опять эти страсти, неизвестные, чем они еще закончатся А с другой стороны, можно, в принципе, прогласить этот закон с тем расчетом, что через год все равно новое правительство его вернет в нормальное цивилизованное русло Но, тем не менее, я хочу просто определиться, может быть, попытаться с ролью президента Вот как вы его оцениваете, учитывая его поступки, учитывая его не всегда популярные заявления Учитывая, что часто он идет против какого-то политического мейнстрима Андрис Берзич, он кто, вот, в вашем понимании? Это человек, который перерос рамки Латвии, ему тут просто скучно И то, что, когда он стал президентом, он фактически ведет себя так, как бы вел бы себя человек, который смотрит со стороны на страну То есть, он поступает не так, как бы от него ожидало большинство населения и политической элиты А так как вот человек с здравым смыслом, немножко циничный, в принципе, ни от кого не зависящий, обеспеченный Смотрел бы на странные игры политиков и чиновников, чуть-чуть с эронией, чуть-чуть с презрением, немножко с возмущением Но выбор Берзинша был удачным, как считаете, для страны? К президентству такого человека или к руководству общество не было готово и сам он не был к этому готов То есть, я еще раз говорю, что он ведет себя немножко как посторонний наблюдатель, хотя сам он не вот лично, наиболее симпатичен среди всех президентов после восстановления независимости Именно потому, что он человек независимый и достаточно такой свободный в своих решениях Ну что ж, на этом мы подведем итог сегодня нашей программы Мирослав Митрофанов, экс-депутациями, был гостем разворота Спасибо вам большое Спасибо вам Эфир провели Оксана Антоненко И Вадим Родионов Мы прощаемся с вами, до завтра, всего доброго и до свидания Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома, 93,9